Жители приграничных районов Китая все чаще выбирают в качестве подарков товары нового российского производства. До Нового года осталось считанные дни, поэтому в торговых центрах сейчас ажиотаж. Особой популярностью пользуются сладости, морепродукты и ювелирные украшения, произведенные в России. Подробности в нашем следующем репортаже. Китайский порт Ла-Бэй и российский порт Амур стоят на двух берегах реки Хэйлунзян. Их соединяет понтонный мост длиной 960 метров. В предновогодние дни он едва выдерживает поток пассажирского и грузового транспорта. Одни жители Китая, которые работают в России, спешат домой на праздник весны. Другие – на противоположный берег реки за покупками. 27-летний Ван Зен Мин на границе отвечает за проверку безопасности. Признается, работы прибавилось. Пик транспортного подлога обычно приходится на утро. Количество мужчин, переезжающих через понтонный мост, увеличилось в разы. Нам приходится работать на мосту без перерыва по несколько часов. Ван Зен Мин с нетерпением отсчитывает дни до праздника, когда он сможет вернуться домой. Но перед этим молодой человек собирается воспользоваться служебным положением. Купить на подарки родным традиционные русские товары. На границе с Россией выбор огромный. Какая водка лучше из этих двух? Я хочу купить две птолги. Я советую вот эту – известный бренд, который пользуется спросом. Хорошо, послушаю вас. Две возьму, пожалуй. Русская водка популярна по всему миру. Я хочу сделать подарок отцу. Подумал, что он еще ничего подобного не пробовал. Думаю, мой выбор порадует его. Для матери Ван Зен Мин купил ювелирные украшения из российского золота. Потратил на это месячную зарплату. Но денег, говорит, не жалко. Доставить радость близким и родным бесценно. Юлия Куц, Шельсинь, ССИТВИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова